Всем привет из Испании! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Ну что, пойдемте прогуляемся. Ну, вчера, когда вечером выходили, я думала, это из-за того, что поздно, выходной день, что никого нет на улицах. Вот сейчас днем, и тоже никого нет. Очень много закрытых парикмахерских, закрытых магазинчиков. Так удивительно. Дома, конечно, очень отличаются от наших. Даже те, которые вот в приграничных городах Испании, которые находятся ближе к Франции, как-то архитектура наша напоминает. Здесь большие в квартирах, смотрите, какие симпатичные террасы, очень много растений. Людей никого нет, наверное, из-за жары тоже, как у нас, жалюзи закрыты. Вот, все. Идите за решетками. Такое ощущение, может, они все в отпуск уехали, не знаю. Такое ощущение, что город вообще вымер. Пару машин, и все. Хотя по погоде климат здесь намного приятнее, чем у нас. Когда мы выезжали, в течение недели была такая жуткая влажность. Вот жарко. И влажность. Вот ты выходишь на улицу, и ты мокрый не из-за того, что высокая температура, а из-за того, что воздух очень влажный. Здесь недалеко горы, конечно. Ну, как небольшие, то не перенеи. Какие-то местные возвышенности, к сожалению, не знаю. Надо будет посмотреть по карте, что именно. Но воздух намного прохладнее. И так вот чувствуешь себя как-то лучше. Какой дом интересный. Видать, когда он был в хорошем состоянии, я не про вот этот говорю, а про следующий. Выглядел симпатично. А сейчас, конечно, бы ремонт ему не повешал. Смотрите. Такой в чисто испанском стиле. Вообще тут деревьев нет. Двери какие интересные. Никаких деревьев нет. Улочки даже уже, чем у нас. Это мы недалеко от Барселоны находимся. Тоже это, наверное, салон здесь. Красивые какие окошки. Мы направляемся, написано, центр. Исторический центр. Там ратуша какая-то. Ну, и здесь какие кованые красивые балконы. Блин, вот это все отреставрировать. Какая уж красота. Следующий дом. Все под замками. Ай, грязь какая-то на тротуаре на проезжей части. Наверху, как интересно сделаны оформлены балконы, герб. Наверное, кто-то богатый жил в старое время. Давай, солнце, идем. Ой, а это что такое? Какой-то жуткий цвет непонятный. Ну, что, ребят. Смотрим мы окрестности. Вот это вот. С первым, короче говоря, решили, что вот это желтое, это от влаги. Что дома, которые рядом, их снесли. И чтобы не было, наверное, плесени или не знаю чего. Вот это их обрабатывают. Какое-то старинное здание. Эмилин, не балуйся, потому что проезжая часть рядом. Что я хочу сказать. Теперь мне понятно, почему здесь такая недорогая недвижимость. Городок, конечно, мягко говоря, не симпатичный. При том, что я очень такой, знаете, некритичный человек. И меня как бы не смущают маленькие деревни. И какие-то там изыски. Я к ним очень спокойно отношусь. Но квартиру мне здесь покупать совершенно не хочется. Не знаю, может быть, потому что мы еще до центра не дошли. Или мы в какие-то кварталы зашли. Не совсем. Ой. Ну, не то, что даже элитные. Я даже этого слова не хочу говорить просто. Но все, вот видите, дома, дома. Все, все продается. И когда мы ехали, мы смотрели цены. Но очень дешевые. Некоторые дома продаются даже дешевле, чем квартиру в Украине. Вот в суммах даже конкретно купить. Теперь мне ясно, почему. Интересно все. О, люди, боже, люди. Люди идут. Сколько проходили, вообще никого не было. За первые два человека. Что там, заяшка? Пойдем, пойдем, пойдем дальше, дальше. Тут что-то строится. Или реставрируется, или строится, непонятно. Похоже, реставрируется. Этот дом, хоть он тоже не в очень хорошем состоянии, но симпатичный. Смотрите, какая веранда. Это Миленко, балкон. Так, стоп, 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 стоп. Ну, знаете, как бы там ни было, во всем нужно искать позитив. Миленочка, посмотри, чтобы машина не ехала. Давай, давай, идем. Хоть и, как говорится, я привыкла немного к другой Испании. Как бы те города, в которых мы были, мне немножко отличаются от этого. Но, с другой стороны, можно увидеть то, чего не видел. Что многие думают, что это немножко по-другому. И везде такие ухоженные, красивые дома-клумбы, как в курортных городах. Но есть и вот такая вот Испания. Вот опять руина. Милен, Милен, отойди от дороги, пожалуйста. Иди посерединке. Одни эти балки остались. Перекрытие этажа были. Этажа, этажи. Что-то идем по направлениям к центру. И никак к этому центру не дойдем. Какая-то красивая церквушка. Сейчас подойду, почитаю. А, у меня Лешка уже нашла детскую площадку. Что это такое? Да, почитаю. Ни фига, я не понимаю. Но двери очень красивые. Наверное, очень старые. Да, 11 век. Угу. Да, все по-испонски, да? Да, ничего не понятно. Миленка, приколистка. Ну, какой прудик. Дерело старое. Клен, наверное, да? Милеш, поломаешь. Ты же здоровая деваха. Ну, какие жалюзи, видите? Не такие ставни, как у нас. Это бамбуковые, наверное. Дом напротив. Вылазь. Вылазь, пойдем. А, устали люди появляться, слушайте. Да, 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 да. Да, это вот эту ратушу мы видели. Что получается? Центр. Такое красивое название у города Вальс. И такой он, ну, совсем не симпатичный. Так, ну что, возвращаемся мы к тому месту, где припарковались. Выбрали улочку. Не знаю, здесь она пешеходная или машины тоже ездят. Здесь осторожным нужно быть, поскольку... Ну, здрасте, что ты такое говоришь? Ужас, какая-то разруха повсюду. Там рушат, там строят. Дом красивый, конечно, был. Зачем вот эти вот надписи? Здесь тоже красивый дом был. Интересно, как там внутри. А, нет, это вот эту ратушу мы видели. Это не ту. Перепутала. Значит, мы правильно так до центра не дошли. Я думала, что это уже центр. Вон, какие балки на потолке. Да, наконец-то мы вышли к ратуши. Знаете, такое было ощущение, как в бриллиантовой руке идешь. Очень-очень узкие улочки. Смотрите, вот с этой стороны покажу. Вообще узенькие. И пустынные. Никого нет. Ага, вот она, она. Понятно, это что? Вот эта руина продается, что ли? В этом доме никто не живет. Оказывается, живут. Он даже кошак побежал. Так, что здесь? Здесь. 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 Тоже закрыто. Ага, вот он, вот этот центр. Что я так в буклете смотрела. Такие красивые дома. Так интересно было посетить. Да, с этой стороны, конечно, красиво. Но сейчас я сюда подойду, чтобы вам показать. Ну, все магазины, все почему-то закрыто. Ты далеко, Сомочка? Тут еще бар. Бар закрыт. Мерия города Вальс. Да, и возник. Ага. Пья говорит, офис туризма. Это центральная улица города Вальс. Здесь хоть что-то полуработает, полоткрыто. Кофе в Испании везде отменный. Мы уже были в нескольких кафетериях. И великолепный эспрессо. Такой насыщенный, вкусный, ароматный. Даже слов нет, чтобы передать. Стоимость кофе евро 50. Ну, в принципе, как и у нас во Франции. Пиво 2,20. И Миленкин сок 2,50. Здесь, как видите, даже на центральной улице можно белье сушить на балкончиках. Там вообще хорошо. Солнышко спряталось за тучки. Такая погода прекрасная для прогулки. Но Миленка спешит. Скорее бы все посмотреть, да, в бассейн. Ступеньки вниз. Там улица. Что-то такое вкусное. Что-то продают. Чего я не понимаю, девочки, кто в Испании живет. Это во всех городах такое. На магазинах. Осторожно. На магазинах, на булочных. Да вообще нигде нет указания. Времени работы. Куда не подойдешь. Вот только что проходили мимо кондитерской. Закрытой. Не написано, когда откроется. Фонари какие красивые. Люди нет и все закрыто. А нет, вот что-то мы нашли, что открыто. А, это мини-супермаркет, наверное, да. Мини-супермаркет. Какой балкон красивый. Да. Цены на обувь. 28, 28, 39 евро. 25, 20. Тоже закрыто. Я говорю, Вера, почему все закрыто? Он говорит, ну нет работы у людей. Ты же видишь, никого нет, кому продавать. Ой, да. Жизнь становится. Тоже красивый какой дом. Телефоны мобильные. Красота вообще. Какая архитектура. Есть дом, вот такой проходишь. Ну, как бы обычный в испанском стиле. Но есть такой, что мимо не пройдешь. Что? Все полностью закрыто. Видите, зарешетчина. Сдается или продается. Красота. Еще красота какая. Ой, вообще. Супер просто. Мелешка плещется. Пока мы с папой в тенечке сидим. Мелеш. Из воды не выгонишь. Говорю, тебя из воды не выгонишь. А? Бэ? Бассейн вообще шикарно. Мы вчера приехали уже ближе к вечеру. И он открыт в течение 12 часов. Открывается в 10 утра и закрывается в 10 вечера. И мы с Мелешкой пошли. Где-то было уже 8.30. И до самого закрытия были. Вода аж горячая. У нас же уже вечер. Вода за день нагрелась. И температура воздуха была, наверное, ниже, чем температура воды. И сейчас до сих пор плавает. Не выгонишь. После бассейна джакузи. Да, солнце? Классно? Папа наш в сауне сидит. Так. Тихонько, тихонько. Тихонько.